Минск обновляется после зимы. Сегодня, подчас субботника, у столицы добро парадковые парки, дворы и улицы. Работы по наведению парадку распачал Кастрышницкий район столицы. Затым инициативу подхлопят и инши районы. Специалисты жилево-коммунальной господарки приводят у парадок место отпочинку, детячие пляцовки, мемориальные комплексы. Долучиться до наведения парадку могут и жахары. Якость пятной воды повинны полепшить по всей краине до 2025 года. Это реально при замене подземных сеток и правильной очистки. Все лето в Беларуси побудуют больше за 250 станций обезжалезывания и заденечиваются артезианские сведровины. А в столичных районах Фрунзенским и Московским пятная вода худко позбавится от пахухлорки. Масштабная реконструкция закранили Минскую очищальную станцию. У нее простой формуле H2O, разбиралась Юлия Токар. Сейчас мы находимся в диспетчерской Минской очистной станции, откуда производится мониторинг и управление всем технологическим процентом. Мы видим количество поступающих сточных вод, степень очистки. От показчиков на экранах до практики. Первый этап очистки стековых вод – это расшетка, от тулины якой не пропускают бытовые отходы. И далее, если по кульмутные потоки, тропляют у открытой бассейны. Биологический этап очистки сточных вод – это самый основной, так как здесь происходит основная очистка сточных вод от биогенов и органических веществ. А за счет чего она происходит? За счет микроорганизмов, которые поедают все вредные вещества. А как видим, после механичных и биологических этапов очистки, уже прозристо вода поступает в свислощ. И нужно отметить, что по своих гидрохимических показчиках она не соступает ручной. Мы планируем значительно модернизировать систему биологической очистки. Это позволит в первую очередь значительно улучшить показатели очистки по азоту и фосфору. Именно те показатели, из-за которых происходит эстрификация водоемов, так называемое развитие, бурное развитие сине-зеленых водорослей. Закрыть пытания и утилизация опадков. У сутки вывозят и до 700 тонн сухого глиев. У спякоту ГТ-карьеры на паудневом исходе столицы псуют поветро жахарам новокольных вёсок. У перспективе вы решили спаливать. Лишь за отходы можно выносить корысть, энергетичный потенциал, вертать минимум половую электроэнергии, выдаткованной на весь процесс очистки. Вот сейчас мы можем увидеть, что на этом оборудовании наш осадок, который образовывается, подвергается сбраживанию, чтобы определить, какой будет выход биогаза, для того, чтобы правильно рассчитать и сооружение, и посчитать возможный энергетический эффект. Уже сегодня первые тесты показывают, что выход биогаза есть. Мы уже можем его увидеть вот здесь, вот в экспериментальных пакетах. Даже сейчас, вот когда моешь посуду, присутствует запах хлорки. Даже воду, когда покипятешь, вот чай пьешь, все равно есть какой-то привкус. Что ж, до якости пятной воды на характерный смак частей скардятся жахары Фрунзенского и Московского районов. Вода у квартиры поступает с поверховных крыниц. Шмадетная мать и Наталья Герман вось уже 5 годов живе у каменной водки. Ей доводится шмад пробирать и мыть, и от жорсткой воды постоянный дискомфорт рук, не кажучи про постоянный осадок на чайнику. Для того, чтобы приготовить пищу, приходится использовать фильтр. Для чая, конечно, набираем просто с крана, закипятили, но накипь, конечно, остается. Никуда от нее не денешься. Специалисты обязают, у столицы пятная вода Зусимхудка позбавится от пахухлорки. Ватки хлор заменять на гипохлорид натрию. На очищальной водопроводной станции уже идея реконструкция. Завершаются будовничьи монтажные работы. Гипохлорид натрия будет наш белорусский. Предполагается поставки с химического завода «Беларуськалия». Одним из документов, который определяет развитие системы жизнеобеспечения города, является генеральный план и отраслевая схема. И вот там было предусмотрено, что вначале нужно провести поэтапно модернизацию некоторых технологических процессов очистки именно поверхностной воды и постепенно прийти к полному переводу города Минска на водоснабжение из подземных источников. Кабу кожный дом трапляла якосная вода. За шесть годов планует побудовать амаль полторы тысячи станций обезжалезвания. Пробурыть артезианские сведровины по всей краине. Проект вядома под трабой шмат выдатков. А лишь и проблема досыть прозристая для оперативных решений. Юлия Токар и Рыгор, Криштафович Агентства, Телена Вин, Минск.